Привет, мои хорошие! С вами Великова Алла, Нижегородская область, питомник в поселок Ильино. Вот смотри, вот такие у меня, да, рубиновые ожерелья. Вот такие, ну, разные у меня тут сорта. Сейчас рубиновым ожерельем вытаскиваю из горшка и вот так вот отряхиваю корни, размножаю малину для своего питомника. То есть, вот, сначала, значит, вот в одной водичке, чтобы первая сошла. Ну, можно сразу в большом ведре. Ну и вот так вот, в общем, корни, чтобы корни, вот, было видно корни. Потому что мы сейчас будем разделять, обрезать и опять ставить на доращивание. Вот, чтобы было видно, как можно корни разделить для того, чтобы дальше малина росла. Это саженцы, выращенные в лаборатории инвитро, двулетние. Вот эти вот двулетние. И вот, вот такой, считай, корень у нее. Да, конечно, одной рукой я не знаю, как смогу. Вот, я сделала уже две кассеты, там тоже сделала в теплице. И вот уже стоят пересаженные. Такие малины, она же растет, видишь, от корня, как сорняк. Поэтому вот этот корень я сейчас буду делить. Ай, да, одной рукой. Вот эти вот, я сейчас отломлю. Это такая, как бы, крапивка. Я их вот сюда вот вставляю. Но я им отдельно вот такие же ясельки сделаю. И накрою пленочкой, только надо торф. Это вот у меня тут перегной, вермикулит, удобрение. Вот такое универсальное. Ому-ому. И вот я его заправляю в горшочки свои, которые поменьше делаю, которые побольше сделаю. А это вот, значит, да, сейчас буду разделять. Вот эти, значит, я пыталась. Первую разделила, которую делила вот на два. Разделила. А здесь, наверное, не получится. Здесь только вот, если их вот так просто, да, вот, выломать получается. И посадить корапивкой. Да, вот так вот. Ну, чтобы малину размножить. То есть я ее буду сажать отдельно. Вот в такие штуки. Просто я сюда вот сейчас ставлю, чтобы... Да! Да, хорошо. Собираемся сейчас еще за саженцами поселок Ильино. Ну и вот, вот этот корень я сейчас буду разделять. Сейчас покажу, как. И сажать вот в такую землю, я говорю, сделала перегной. Ножницы беру. Вот ежевика. Это все из лаборатории инвитро. Так, ну что, смотри, вот этот вот корень. Как бы вот эти вот большие корешки, их бы по отдельности надо. Каждый. Но у меня вот одной рукой-то как вам не получится. Ну, в общем, вот эти бороды надо отстричь. Вот так вот. Так, потому что, ну, малина, она, видишь, как сорняк. Вот уже будет два, считай. Вот два. Ну, вот так вот посажу. Сейчас еще. Так, вот так вот. Три. Ну, еще вот так тоже отрежу. Четыре, то есть четыре будет саженца маленькие. И пятый тоже все-таки сделаю. Тут большой корень. Вот такой. Сейчас. Вот, фитоспорин не принесла. Обычно я еще проливаю фитоспорином. Ну, слушай, здесь вот и шестой, наверное, можно сделать. Как думаешь, делаем шестой? Тут вот много. Вот тут вот сбоку, вон, смотри. Вот шесть будет. Шесть как бы таких стаканчиков. Так, вот это мы будем сажать обратно. Сейчас покажу все. Потому что малина, ну, она же как сорняк. Вот здесь вот, говорю, у меня и перегной, и моя земля, и удобрение. Пролью, сейчас пролью. Вот у меня простая вода, фитоспорин не добралась. Все, и вот так вот, вот эти вот кассетки, контейнеры заделываю. Тоже такой землей. Да, вот до половины. Сажаю сюда этот корешок. Ну, посмотрим потом. Я вам покажу, что будет. Потому что я тоже вот так сажаю корешки. И вот шесть. То есть у меня тут семь. А, нет, вот шесть. Да, вот тут тоже можно разделить. И посадить еще один. Ну, попробовать. Потому что большой очень корень. Вот, можно сажать, конечно, вообще в ящик. Но у меня что-то как-то проблемно с ящиками. Вот, так сажаем. И сюда сажаем. Можно в ящик посадить. Так вот, видишь, еще ее корень. Сюда сделаем. Так, сюда. Может, еще откуда-нибудь оторвем чуть-чуть. Да, вот в эту маленькую. Так, и вот так вот. Ну, еще одно надо будет сделать. Вот сюда. И вот так вот присыпаем. И проливаем. Надо бы пролить фитоспорином. Так, здесь есть у меня корень? Есть. Все присыпали. Сейчас покажу. Прольем. Вот этот еще один только нам надо будет заполнить корнем. Потому что вот у меня еще они будут. Вот. Ну, потому что хочется хороший сорт. Это сорт рубиновое ожерелье. И вот так вот проливаю. Так, чем я тут проливала. Где у меня? Стаканчик. Стаканчик нет. Все. Вот так вот. И проливаем. Все. Подписать. Потому что, если не подписал, питомники, да и вообще, не продашь людям. Так, вот тут вот еще добавить. Я очень люблю вот это все сажать, растить. Прям очень сильно люблю. Рубиновое ожерелье, крупные, сладкие, ягоды. Вот. Все. Так, и вот этот тоже пролить. Это у меня обычная, видишь, вода. Но я потом еще обязательно приду. Я же буду их поливать и пролью с фитоспорином. Чтобы тоже обеззаразить. Ничем я больно. Все. Вот видишь этот сорт рубинового ожерелья. И ставлю. Ой. Ставлю. Ставлю. Вот эти те, которые я уже рассадила. Вот. Ну и следующие будут тоже на... Вот сколько у меня рубинового ожерелья. Сейчас они маленько нарастут. И я их буду пересаживать в больший объем. Вот. И буду предлагать. Предлагать вам, моим покупателям. Потому что, чтобы побольше было саженцев. А это вот, видишь, что фантазия. Очень сладкий, среднего сорта. А это золотые купола. Ремонтантный оранжевый сорт. Все буду вам показывать. Подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, ставьте лайки. Это очень важно для продвижения канала. И пишите комментарии. Это тоже очень важно. Вот. Все. Утро в моей теплице. Сегодня 16 апреля. Это саженцы из лаборатории инвитро. Считаю, очищены от всех болезней. Они очень быстро идут в рост. И ремонтантные сорта будут в этом году плодоносить. Все. Обнимаю всех. Целую. До встречи на моем канале. Пока. Продолжение следует...